Привет! Вы на проекте География России и сегодня мы приехали на Тихий Дон, в город Константиновск, который расположен в 154 километрах от Ростова-на-Дону. На базе Константиновского педагогического колледжа уже на протяжении 12 лет проходят Константиновские краеведческие чтения имени Александра Косманова. В этом году они посвящены 115-летию начала русско-японской войны и 185-летию со дня рождения Фролла Петровича Грюкова, основателя первой публичной библиотеки в станице Константиновской. У истоков этих чтений стоял наш Василий Иванович Легерин, Екатерина Фёдоровна Сухинина, которая сегодня, к сожалению, не присутствует. И мы всегда с трепетом ждём этого дня. Почему? Потому что нам очень важно, что вы приезжаете, что вы делитесь тем, что вы целый год находили, исследовали, описывали. Вы приоткрываете страницы истории, а для нас даёте возможность, по крайней мере, хотя бы заглянуть в эту книгу. И за это мы Вам очень благодарны. Почему Вы решили организовать краеведческие чтения? Ну, наши краеведческие чтения организованы были первое время в 2008 году по инициативе нашего преподавателя истории и руководителя студентского экскурсионного бюро «Истоки» Сухинина Екатерины Фёдоровны. И при поддержке библиографа районной библиотеки графа Лентины Прокофьевны. Основанием это послужило то, что уже велась многолетняя работа в области краеведения и в городе у нас, и в районе, и в частности в колледже, в том числе это студентское экскурсионное бюро. И возникла, естественно, потребность этот опыт обобщать. Вы впервые на этих чтениях? Да, я впервые, но я участвовал в мероприятиях и областного уровня, и российского уровня, поэтому я кинодокументалист, мы создаем кино, и путем визуализации, показа на экране вот тех поисковых мероприятий мы несем обществу ту информацию, которая должна быть, так сказать, доступна для всех. В самых первых чтений участвую в Константиновске, потому что Константиновский клуб «Краевед» – это коллективный член нашего ростовского регионального отделения Союза Краеведов России, поэтому у нас это все единое, и они к нам приезжают, и я, конечно, приезжаю. Кого вы приглашаете на эти мероприятия? Ну, уже в связи с тем, что многолетний опыт, как бы выявил, скажем, такой круг лиц заинтересованных, с кем мы поддерживаем постоянный контакт. Это и, скажем, диапазон, в общем, такой разброс большой, начиная от работников библиотек, учителей школ, работников внешкольных учреждений, внешкольной работы, это и работники, плод и директора, руководители музеев, архивов, как районных, так и областных, это и преподаватели вузов, высших учебных заведений, средних учебных заведений, поисковики различных отрядов из разных районов, ну и, в принципе, даже те, кто себя не представляет никакой организации, но этой темой интересуются. Как Вы считаете, насколько важно проведение краеведческих чтений в наше время? Важность краеведческих чтений, она сегодня видна и очевидна, потому что, если не эти люди, которые, так сказать, это подвижничество, которые люди и этим живут, и результаты видны налицо, то, что только краеведы начинают движение вперёд вот тех событий, которые потом превращаются в какие-то, ну, может быть, важные мероприятия, восстановление памятников, проведение каких-то, так скажем, официальных исследований, строительство каких-то объектов. И это всё краеведы. Они делают большие открытия. Три всех хранящихся в нашем двору в архиве документов составляют фонды для советского периода, отражающие все стороны экономической и политической жизни, а также военные в истории носкового образовательства. В 1745-1919 годах. Самые реальные документы, с которыми вы можете ознакомиться на наших архивах, это подлинные грамоты на столбцах. Благодаря такой информплощадке люди, которым не безразлична история своего края, могут пообщаться с единомышленниками, узнавая не только интересные факты из истории, но и показывая свои научно-исследовательские работы. Дело в том, что одна старая фотография послужила нам сделать два маленьких, очень исторические памятника. Мы всё-таки доказали, что в отечественной истории было не три очки и памятника великому нашему Баклану. И всё-таки мы доказали, что донские казаки любят творчество, ценящие свою историю, и что они писали, и сочиняли, и творили, и правили свою жизнь. Вы считаете, молодёжь должна принимать участие в таких мероприятиях? Молодёжь обязана принимать участие в этих мероприятиях, потому что кто, как не молодёжь, должна прочувствовать вот тот дух этого человека, краеведа, историка, исследователя истории, и проникнуться этим, и продолжить это дело. Потому что это идёт с древних времён, люди изучают историю, и благодаря краеведам мы узнаём всё новое и новые факты нашей истории. Какие планы на будущее, на следующий год? Ну, на следующий год мы также планируем примерно в это же время, где-то в середину октября, проводить следующее, это уже будет 13-е колледжеские чтения. Они как раз уже будут посвятить... Одна из тем, дело в том, что в следующем году исполняется 90 лет со дня образования нашего педагогического колледжа, в том-то время был в училище, потом техникум колледж, и одна из тем будет посвящена как раз истории колледжа. Ну и плюс, и вторая, даже более назначимая, это 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Это, наверное, только две такие ключевые темы, которые будут посвящены, чему-то посвящены, вот эти чтения. Ну и понятно, что мы, в силу того, что очень одна из задач в наших чтениях, это не только зафиксировать этот материал, эти наработки, исследовать, ну и привлечь как можно больше к этому процессу людей, тех, кто действительно заинтересован, привлечь, поддержать, потому что не все, особенно, скажем, люди из сельской местности, которые, ну, что они не имеют выхода на центральную какую-то прессу, тем не менее, ну, способны к тому, чтобы их опыт тоже сохранялся и распространялся. Краеведение воспитывает уважение к своему народу и благодарность к старшему поколению. Без любви к своей малой родине и ее истории невозможно сформировать личность человека. С вами были Валерия Колесникова и Евгений Голосюк. Редактор субтитров А.Семкин